...американцы тупые. Вообще я это один раз сказал, честно говоря. Но посольство решило американское, что это я всю Россию настроил против Америки. И меня лишили визы. Ну, нет хода без добра. Красота по-американски. Самой цитируемой и самой обсуждаемой из обитателей Капиталистского холма удалось стать Дженнифер Псаки, официальному представителю Госдепа. И причина тому не часто меняемые наряды и не интенсивная работа, а заявления для прессы, каждая из которых производит такой фурор, что имя Псаки уже стало нарицательным. Отметившись на посту словами о том, что замгоссекретаря Виктория Нуланд ругается матом, потому что ее испортили в юности русские матросы, сейчас пресс-секретарь собирает залы. Ее брифинги разбирают на цитаты в стиле «Я ничего не знаю, я ничего не понимаю, но во всем виновата Россия». В интернете уже серия анекдотов, как заявила Псаки. Таких как «Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии». То, что у Белоруссии нет берегов, госдеп не смущает. Они, в Америке, не будут смеяться над тем, над чем и смеются, потому что для них главное патриотизм. Они с этим патриотизмом уже весь мир достали. Испанцы опубликовали разговор «Перехват в море». Я вам сейчас его зачитаю, если я не засмеюсь, будет хорошо, ладно? Потому что я первый раз читаю, я еще не привык к этому. Испанцы. Зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на чистоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов во избежание столкновений с нами. Испанцы. Мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы. Уже другой голос на повыженных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца Линкольн военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, шесть истребителей, четыре подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую. Я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождают пёс, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком. Испанцы, молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернёте, ваш факинговый линкольн разобьётся о наши скалы. Друзья, понимаете, да, американцы во всём мире главные, а их президент главнюк. Спасибо. 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 Спасибо.